С городом Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Хотите на концерты классической музыки? Наша передача «Культурная среда» Каждую среду встречаемся с вами в эфире Радио Болтком И общаемся с известными, выдающимися музыкантами Со всего мира И сегодня у нас в гостях Композитор, пианист Алексей Чернов Преподаватель в Московской консерватории Алексей, здравствуйте Здравствуйте Очень рады нашей встрече В этом году Мировая общественность отмечает 150-летие со дня рождения Александра Скрябина И стоит отметить Многие пианисты, конечно, сейчас Стали делать большие фестивали Посвященные Этому гениальному композитору А вот Можно сказать, что Алексей Чернов, наверное И не только Последние годы Занимается творчеством Князя Простите Александра Скрябина Но и, мне кажется, всю жизнь Потому что, мне кажется, что Вот этот композитор Проходит такой красной нитью В вашем творчестве Или я ошибаюсь? Ну, совершенно верно Я Скрябином увлекся Когда мне было 14 лет Буквально влюбился в его музыку Когда открыл для себя Этого автора Вот И с тех пор Ну, в общем, я Постоянно что-то играю Что-то выучиваю новое Из музыки Скрябина И в какой-то момент Я понял, что Хочу сыграть вообще Всего-всего Скрябина Все, что он написал Для фортепиано И вот сейчас Как раз В год 150-летия Я Осуществляю эту свою Творческую мечту Еще, в общем Практически детство Так что, да Бывали, конечно, годы Когда я Скрябина играл меньше Вот Но все равно Я каждый раз К нему возвращаюсь Каждый раз Это что-то новое Пытаюсь что-то новое Выучивать Но таким образом Я накопил В своем репертуаре Все его сочинения Вы уже заявляли Об этом цикле Мне почему-то кажется Что как будто Вы говорили о том Что исполните Все сочинения Скрябины И как будто Это такой авторский цикл Или я что-то путаю И просто в ваших афишах Постоянно Постоянно Встречается Скрябин Нет Дело в том Что я заявлял Неоднократно И уже Это действительно Цикл концертов Состоящий С семи концертов Которые проходят В Московской консерватории Параллельно Я играю В Мемориальном музее Скрябина Тоже семь концертов Уже три концерта прошли В консерватории В Малом зале Я сыграл в сентябре Я сыграл в ноябре И вот Непосредственно День рождения Скрябина 6 января Состоялся третий концерт Юбилейный Вот еще У меня осталось четыре И вот За эти Семь концертов Будут сыграны Все фортепианы Сочинения Скрябина Плюс Фортепианный концерт Вот что Кстати говоря Никто Для меня не делал Потому что В год столетия Скрябина Пианистка Маргарита Федорова Она Сыграла тоже За шесть концертов Все фортепианы Сочинения Скрябина Это Ну Было первый раз В истории Вот А я еще добавляю Концерт Фортепианный концерт Который Соответственно В большом зале С оркестром Московской консерватории Он прозвучит И да Эта программа Заявлена У меня на сайте Я на ютуб канале На своем Много рассказываю Про этот цикл И ну Как бы так Музыкальная общественность Ну Кто-то знает Кто-то не знает Но Вот тем не менее Цикл такой Анонсированный Ну Вы даже участвовали В конкурсе Имени Скрябина Да Ну В конкурсе Скрябина Я участвовал Да Я участвовал Давно В 2008 году Было дело И не только В одном конкурсе Скрябина Будучи Вот как раз Тогда Увлекшись 14 лет Музыкой Скрябина Я участвовал В конкурсе Юношеском На стипендию Имени Скрябина Который до сих пор Кстати Конкурс проходит В музее Вот И его итогом Становится Как бы Выявление победителя И победителя Вручать стипендия Целый год Платится Вот Этот конкурс Очень хороший Я считаю Его надо продолжать И он продолжается Музей Скрябина Вот я его выиграл Потом Вот я участвовал Стал дурятом На московском конкурсе Международном В 2008 году Потом я выиграл Еще конкурс Скрябина В Италии То есть Не один Конкурс Скрябина Прошлись по Скрябинским конкурсам Ну да Конкурсы Это все конкурсы Как бы Это все На самом деле К сути не относится Потому что Можно любить Скрябина И не выиграть Никаких конкурсов Абсолютно верно От этого Ничего не поменяется Мне бы хотелось Нашим слушателям Немного еще Рассказать Именно о творчестве Александра Скрябина Он Не так популярен В Риге И в принципе Наверное Не так популярен В Европе За пределами России Конечно Чаще играют Его современника И чаще Больше знают Сергей Васильевич Рахмайнова А вот Как раз Его современники Николай Мэтнер Александр И Скрябин Которые очень Близки Можно по духу Хотя в принципе Абсолютно разные Композиторы Они не удостоены Такой чести Вот такой Мировой Известности Как вы думаете Возможно ли это Изменить Или все-таки Вот так Как бы Тот уровень Известности Который приобрел Князев Вот он уже Такой статичный И вряд ли Возможно Изменить И поставить его На один уровень С Рахманиновым Например Ну вряд ли Возможно Избегая вперед Скажу Дело в том Что Ну музыка Скрябина Она Может быть Такая более Так скажем Элитарная Потому что Она будет Не всем понятна В силу того Что у него Есть Ну поздний Период Такой Который Довольно Сложен Для восприятия Музыка Рахмайнова Такая яркая Лапидарная Вот Я кстати Не могу Суть кого Из них Больше люблю Вот Я и Скрябина Рахмайнова Люблю одинаково Вот Рахмайнова Тоже у меня Когда будет юбилей В следующем году Там у меня тоже Планы есть Вот Метнар Да Метнар Совсем Он может быть Он немножко Сложноватый Для восприятия Но я хочу сказать Что это не только В Европе Но и в России В общем Точно такое же Отношение Когда Ты приходишь В какую-то филармонию Или концертную Организацию И говоришь Что я Например Хочу сыграть Весь концерт Из музыки Скрябина То Обычно Так вот Реакция Следующая Бывает Что вот Зачем нам Всего Скрябина Это слишком сложно Мы не продадим Билеты Давайте Сыграйте Скрябина Давайте там Шопена Вот То есть Только сейчас Стало прокатывать В связи Грубо говоря В связи с юбилеем Вот Я сейчас В нескольких филармониях Тоже кстати Помимо Москвы Еще В Ульяновске В Твери Вот У меня Состоится концерт Юбилейный Вот Где я буду Играть Только Скрябина Вот Но вообще Да Он композитор Такой более элитный Вот Но конечно Хочется Его Продвигать Потому что Он конечно Очень сильно Заглянул В будущее Он в общем Придумал Светомузыку По сути Очень много Предвосхитил То есть Был таким Новатором И Но есть мнение Что музыка Скрябина Она и по сей день Современно И даже Недостаточно Открыто Так скажем Что-то Недоросли Наша цивилизация Еще не доросла До того Чтобы ее полностью Понять Вот То есть Есть такие Воспринимать Да Воспринимать И понять Да И можно С такими Мнениями Соглашаться Или не Соглашаться Но Вот Такое Есть И Естественно Хочется Чтобы Музыка Скрябина Была Все более Популярной Но я В свою очередь Как исполнитель И популяризатор Музыки Стараюсь Этим Заниматься Да Помимо Того Что музыка Скрябина Была сложной Действительно В поздний Период Он увлекся Светом Музыкой И каждая Тональность Приобретала Определенный Цвет И На канале Ютуб Есть запись Московской филармонии Где Прометея Как раз Уже Исполнили Владимир Юровский С дирижерским Пультом И Использовали Те цвета Которые Предполагали Это было Неоднократно Исполнялось С цветом С цветом Дело в том Что Не всегда Это Действительно Было Исполнялось Так Как Скрябин Задумывал То есть Он-то задумывал Чтобы весь зал Погружался В Цвет Определенный Цвет Это Это Технологически Довольно Сложно Сделать Вот Ну Посмотрим Может быть Кому-нибудь В итоге Удастся Я пока Не видел Такого Примера Вот На тех Прометеях Со светом Где я Была Это было Два Или Три Раз По-моему Вот Такого Пока Я не Наблюдал И На видео Тоже Нет Примеров Таких Пока Ну На видео Как раз В этом Смысле И проще Потому что Ты Смотришь На экран И как будто Погружаешься В это То есть Не из зала И можешь Посмотреть Эту задумку Но получается Что Это Новаторство Все равно Не нашло Такого Отражения И Хотя Сейчас Новые Технологии Тем не менее Нет Вот такого Участия Цвета То есть Конечно В шоу Свет Участвует И Но вот Именно так Как задумал Скрябин Это мне кажется Еще видимо Предстоит Освоить Новым Поколением Хотя Раннее Творчество Александра Скрябина Оно Настолько Понятное И понятно Каждому Слушателю Ранние Этюды И конечно же Цикл Прелюдий Для фортепиана Когда Вы сказали Пожалуйста Сыграйте Шопен То наверняка Можно сыграть В одном вечере 24 Люди Шопена И затем Скрябина К тому же Действительно И говорят же Что Эта музыка Очень близка К стилю Шопена Ранний Скрябин Да Совершенно верно Что кстати Удивительно Что ранний Скрябин Тоже не особенно Может быть Просто так По инерции Скрябин Вызывает Отторжение У кого-то Может быть Поэтому И люди Особо Уже даже Не разбираются В поздний Ранний Но Раннего Скрябина Очень часто Критиковали Даже Говорили Что Неизданные Сочинения Шопена Это тогда Люди Может быть Не осознавали Вот эти Все характерные Черты стиля Скрябина Которые уже Тогда Проявлялись В раннем Периоде Но Просто Мы-то Сейчас Это знаем А тогда Это воспринималось Как такое Пегонство Может быть Какой-то Плагиат Но Были такие Высказывания Известные То что Это Неизданные Сочинения Шопена Но При этом Мы уже В раннем Тожестве Скрябина Слышим Его характерные Интонации Его характерные Гармонии И да Это очень Такая Понятная Музыка На самом деле Вот все Нулевые Опасы Десятый Двадцатый Это Очень понятная Музыка Которая Мало из которой Действительно Звучит На сценах Ну вот Да Одиннадцатый Опас Двадцать четыре Прелюдия Играют часто Но там же Еще много Там вот Я недавно На свой Ютуб канал Выложил Десятый Опас Например Это Два Экспромта Совершенно Замечательный Совершенно Замечательная Музыка Вот Но к сожалению Почти никто Не играет Вот То же самое Там Четырнадцатый Опас Экспромта Какие-то Еще другие Сочинения Этого Перевода Потрясающие Красоты Хрупкости Нежности Вот К сожалению Мало Играют Ну вот Нынешний Год Нам Скрябинистам В помощь Мы сейчас Пытаемся Играть Скрябина Больше Я играю Всего Скрябина И пытаюсь Пропагандировать Эту музыку Проводится В этом году Масштабный Фестиваль Борис Березовский Известный Пианист Проводит Масштабный Фестиваль Да Я тоже Участвую Вы тоже Участвую Да Вот этот Фестиваль Посвященный 150-летию Скрябина Сегодняшний Наш гость Композитор Пианист Алексей Чернов Помимо того Что является Скрябинистом И вот Исполняет Все сочинения Александра Скрябина Также Его Можно сказать Второе детище Второе увлечение Это Масштабный Фестиваль Современной Музыки Стам Ну Так скажем У меня Я себя считаю Так вот Скажем Сюда говорю Музыкантом В четырех Ипостасях То есть Это Композитор Исполнитель Пианист Потом Организатор Музыкальных мероприятий И педагог И вот На первое место Я наверное Все-таки Поставлю Сочинение Музыки Потому что Если ты Музыкант И при этом Композитор Ты не можешь Не поставить Это на первое место Потому что Это ну как бы Чистое творчество Не вторичное Это ты Грубо говоря В музыкальном смысле Слово Творишь из ничего С чистого листа Создаешь Вот Поэтому Организаторская Деятельность Она скорее У меня на третьем Месте стоит Но вы правы Я очень увлечен Организацией Стамфестиваля Который Вот Прошел Уже Под моим Руководством Кажется В пятый раз Да Вот В 2021 году Кстати говоря Послезавтра Состоится Последний Концерт Фестиваль Который Пришлось Отложить Из-за Локдауна Который Был В ноябре Так что Сейчас я Нахожусь Тоже Что называется В процессе Что это за фестиваль Как там был Организован Стояли ли вы У самих Истоков Или Так сказать Переняли Это начало Ну я Да Могу Немножечко Рассказать Фестиваль Появился Спонтанно Его придумал Не я Придумал Другой человек Вот Причем Так скажем Не являющийся Вхожим В такие Музыкантские элиты Вот Но идея была в том Чтобы Просто собрать Концерт Из сочинений Современных Композиторов Ну Молодых Вот И показать публике Потому что Совершенно очевидным Становится Стало еще тогда Это было в далеком 2007 году Вот Невостребованность Творчества Молодых авторов И Конъюнктурность В этой среде Потому что Как Какие у тебя шансы Скажем Пробиться Куда-то На какую-то сцену Будучи композитором Только такие Если ты Встраиваешься В какой-то тренд Относящийся Там К тому или иному Течению Современной музыки Вот Если ты Пишешь так Как Это принято Как Это модно Ну Я тут Не буду Сейчас Углубляться В эти детали Просто Факт Был И остается Собственно Таковым Что Если ты Пишешь Скажем Более Традиционно Пишешь Более Понятно Для Публики Ну И вообще Пишешь Как Хочешь Не Реагируя На Тренды На Какие-то Веяния Когда Знаете Говорят Так Писать Нельзя Или Что Ни В этом Роде Когда Ты Пишешь Как Нельзя Для Кого-то Для Сильных Мир Сего Композиторского Вот То У тебя Шансов Практически Нет Поэтому Вот Возникла Идея Сама Собой Практически Спонтанно Она Вылилась В концерт Из Сочинения Молодых Авторов Композиторов Вот И Точно Так же Спонтанно Возникла Идея Почему Бо Публики Не Выбрать Лучшего Почему Бо Публики Не Выбрать Победителя Точно Так же Как Аббревиатура Вот Это Вот Стам Мы Сейчас Ее Предпочитаем Не Расшифровывать Потому Что Не Всем Понятны Эти Слова Потому Они Музыка В данном Случае Слово Тональное Оно Так Симптоматично Потому Что Понятное Понятное Вот И Такая Музыка В таких Узких Квалитарных Композиторских Кругах Не Всегда Приветствовалась И Поэтому Не Всегда Имела Выхода На Какую То Сцену Вот Ну Вот Мы Решили Дать Выход От Музыки И Возникла Идея Еще До Меня Повторюсь Что Почему Публика Публики Не Выбирать Лучшего Таким Образом Это Переросло В такой Конкурс Своеобразный Где Именно Публика Выбирает Победителей То есть Это Был Изначально Концерт Просто Из Музыки Молодых В основном Современных Композиторов Которые Сами Выходили Рассказывали О своих Сочинениях Публика Голосовала На Бланках Вот Такие Непредвзятые Можно сказать Честные Выборы Постепенно Фестиваль Были Происходят До сих пор Может быть Уникальные Случаи В России На сегодняшний День Вот Да Значит И объявлялся Победитель Потом Значит Все это Обросло Тоже Другими Мероприятиями Во-первых Появился Экспертный Совет Жюри То есть Ну Заявки Стали поступать Со второго Фестиваля Я уже Тогда Вошел В оргкомитет Вот И уже Стал Активное участие Принимать Со второго Фестиваля С восьмого Года Вот Профессиональное Жюри Возникло Тогда Вот Оно было По-моему И на первом Я точно Не помню Но Просто Давало Комментарии Присудило Свои Награды Как по Альтернативной Публике Вот То же самое Было На втором Фестивале Уже Присходил Отбор Потому что Были заявки Вот Желающие Появлялись Которые Хотели Участвовать В этом Во всем Потому что Это очень актуально Вот А с третьего Фестиваля Мы еще Придумали Такую Историю Чтобы Каждый Фестиваль Посвящать Какому-то Композитору Недавнего Прошлого Ну 20-21 века Может быть Ныне Жимущему Может быть Недавно Ушедшему Музыка Которого Точно так же Вот она Может быть Не очень Сейчас популярна Не попала В какие-то Тренды Но она При этом Совершенно Замечательная И ее Нужно Посвящали Вот А поскольку Таких Композиторов Много Которых Музыка Не звучит Которых Надо открывать Миру Музыкальному В том числе Вот Стали двум Посвящать Вот А я Возглавил Фестиваль С 17-го Года Вот Он Не проводил С какое-то Время Мне Друг мой Который Это все Вначале Организовал Сказал Что я Больше Это проводить Не могу Потому что Это очень Тяжело Он Не был Вход В музыкальную Среду И Его Не воспринимали Как человека Серьезного Так скажем Для Организации Такого Фестиваля Вставляли Палки В колеса В общем Он сказал Что я Больше Не могу Проводить Фестиваль Хочешь Проводи Сам Вот Но я Долго Думал Как Это все Восстанавливать Как Придать Вторую Жизнь И в общем Под моим Руководством В 17-м Году Можно Скать На Таком Ином Уровне Уже В стенах Консерватории Этот фестиваль Вновь Возродился И Разросся Мы Делаем Несколько Концертов Главное Мероприятие Главным Мероприятием Остался Конкурс Композиторский Вот этот Где публика Выбирает Победителей И еще 4-5 Концертов Проводится Тоже В консерватории В других Залах Потом В Петербурге Мы Вывозим В Петербург Стали Вывозить В Уфу В Дубну Вот Будут еще Какие-то города Наверное В последующих Фестивалях Потихонечку Добавляться Потихонечку Добавляться Да Мы его сделали Всероссийским И Так сказать Очень-очень Так активно Я его развиваю Я действительно Этим очень увлечен Об этом фестивале Рижан Он как раз Рассказывал В одном Из передач Вот мой педагог Алексей Шевченко И Барочная капелла Золотой век С Александром Регистратором Также принимали Участие В фестивале И они играли музыку В принципе Неизвестного автора Но заслуживающего Во-первых Исполнения Это Композитор Гавриил Попов Правильно? Да Все верно Это кстати говоря Да И Алексей Шевченко И Александр Лестратов Они Тоже У нас входит Практически В оргкомитет Они все время Предлагают Какие-то идеи Участвуют В исполнении Сочинений То есть Ну Я очень рад Что эта идея Тоже Как-то их затронуло Вот этих Замечательных Музыкантов И да В этом году Освещен памяти Георгия Катуара И Гавриила Попова Вот Гавриила Попова Уже был концерт Из его сочинений Вот в том числе Вот Золотой век Да Они выучили Квартет Вот А Алексей Шевченко Играл его Сольные произведения И другие исполнители Тоже участвовали Михаил Турпанов Например Сыграл тоже Сочинение Попова Вот Так что Мы да Стараемся Стараемся пропагандировать Эту музыку Потому что музыка Замечательная И она совершенно Незаслуженно Не исполняется Ее обязательно Надо исполнять У меня музыка Катуара Особенно близка Тем что он Все-таки Написал Органное сочинение И я Неоднократно Играла в Риге Его прелюдию Фугус Ольминор Алексей Шевченко Тоже включил В репертуар Это произведение В принципе Органная музыка Русская Казалось бы Сначала Что вообще Мало представлена В творчестве Композиторов Но потом Когда начинаешь Играть Также понимаешь Что все-таки Были написаны Сочинения И вот в качестве Именно Вот у Георгия Катуара Произведения Разговариваем Дорогие друзья Мы о фестивале Стам И его художественным Руководителем С его художественным Руководителем Композитором Пианистом Алексеем Черновым Алексей Вы рассказали Что у вас Четыре ипостаси Первое Это композитор В первую очередь Пианист Организатор Фестиваля Стам А также Педагогическая деятельность И вы преподаете Специальное фортепиано В консерватории До этого преподавали В Центральной музыкальной школе Сейчас специальное Фортепиано Насколько интересно Работать на кафедре Специальное фортепиано И туда приходят Фактически В лучшем случае Играющие теоретики Но все-таки Скрипачи Духовики Они редко Хорошо играют На фортепиано Вы имеете ввиду Общее фортепиано А вы все-таки Преподаете на специальное фортепиано Я уточню Я уточню В консерватории Я преподаю На специальном фортепиано То есть Я занимаюсь Исключительно С пианистами С пианистами Вот И это Это действительно Как бы То преподавание Которое мне нравится И То Да вот Моя ипостась От которой Я не собираюсь Никогда отказываться То есть Я Для меня Тоже Это конечно Такой Хороший Творческий момент И даже Сиепского счастья Громкое слово Делиться Каким-то Своим опытом Исполнительским Со студентами Которым действительно Это нужно А Пианисты Которые учатся В консерватории Это те люди Которым это нужно Ну чаще всего Бывают разные Конечно Большей частью Это профессионалы Большей частью Да Это люди Которые имеют Некие амбиции И действительно Талант Вот А в центральной Музыкальной школе Я тоже работал Какое-то время На спецфортепиано Параллельно Я там работаю На общем фортепиано То есть Да Это вот Действительно Теоретики Там духовики Какие-то скрипачи Которые приходят Заниматься То есть Я работаю сейчас В двух местах Даже в трех у меня Еще в частной школе Немножко работаю Вот В плане преподавания Вот Так что Да И причем у меня Вот охват Очень большой А как вы все успеваете Учитывая что Вы играете концерты Активно Пишите музыку Ну я плохо Я плохо все успеваю Вот я например Сейчас Именно В плане Писать музыку Я сейчас Эту деятельность Поставил на паузу Потому что Вот я написал В черновике Фортепианные концерты А чтобы Делать партитуру Уже заниматься Оркестровкой Это нужно Действительно Засесть Чтобы больше Ничего другое Не отвлекало Вот Я думаю Что я вернусь Летом К этой деятельности И то не факт Потому что У меня еще остаются Две скрявинские программы Останутся Несыгранными Которые Я должен буду Доучивать Доделывать Вот Поэтому Ну вот Иногда Приходится чем-то Жертвовать И Ну такая наша жизнь Что Приходится Делать очень многое Ну в России Иногда Зачастую Просто Чтобы выжить Вот Такой момент Есть Вот Поэтому Да Приходится Заниматься Какой-то работой Которая Может быть Не является На сто процентов В приоритете Вот То есть Преподавание Оно Для любого музыканта Наверное Является Немножко Рутиной Ну вот Опять же Вернусь К консерватории Вот Это Вот Эта часть Моего преподавания Именно со студентами Это то Что Мне действительно нравится Остальное Ну Я работаю честно Ну поскольку Поскольку Так скажем Да Приходится Да Приходится Да Ну вот Опыт Да у меня есть Такой Я в ЦМШ Давно работаю В том числе Вот на общем Фортепиано Я работаю давно И Да Там конечно Очень-очень Разношерстная публика Кто-то Хватаешься за голову Думаешь Как этот человек Вообще Может иметь Отношение к музыке А другой Почти на уровне Тех же пианистов Может играть То есть Там очень Очень большой разброс Да Помимо Скрябина Какие-то программы Сейчас еще готовите Или полностью Сконцентрированы На этом композиторе В этом году Я полностью Сконцентрирован На Скрябине И более того Я как-то Пытаюсь даже Отказываться От каких-то Других предложений Потому что Ну это невозможно Скорябина Очень много Время не требует Но Сейчас Вот У нас Поскольку юбилей Вот Это востребовано Да Поэтому я играю В разных городах Вот участвую В фестивале Березовского У меня 18 февраля Концерт Сольный Со света Со света музыкой Со света музыкой Сильвестров Посвятил Мне фортепиан Мне фортепианный цикл Посвятил Как интересно А я вообще Очень люблю Его фортепианные Сочинения У меня идея Может быть Сделать тоже Несколько концертов Или записей С его фортепианной музыкой Вот Так что Вот это Вот тоже Очень интересно Смотри Обычно Всегда пианист Играет наизусть А вот С современной музыкой Бывает что Играет и по нотам Как вы С современной музыкой Играете все-таки Наизусть Или так же по нотам Ну По разному По разному Бывает что и по нотам Играю Бывает что и наизусть Вот Ну Если говорить о скрябине То я предпочитаю Все-таки играть наизусть Вот А почему Это другая степень Свободы Или другая степень Подготовки Все-таки Ну Это так скажем Больше традиция Потому что Современные сочинения многие композиторы они очень так вот часто просят быть максимально точными вот в исполнении их музыки поэтому иногда просят играть по нотам более того вот юрий маркович будско например который тоже значит современный композитор да он тоже мне посвятил фортепианный цикл небольшой он называется из дневника я как-то вот даже выучил по-моему наизусть еще при жизни вот и стал играть он он на меня стал ругаться и говорить что это же музыка вот она как бы из дневника это как чтение дневника ее нужно играть по нотам вот то есть это как бы такой элемент атмосферы вот на и вообще даже принято иногда играть современную музыку по нотам вот хотя тут все зависит от от музыки да то есть это если музыка ярко-концертная там человек вышел поставил ноты это немножко странно выглядит вот конечно нужно учить наизусть вот так вообще есть такая традиция поэтому иногда как дань традиции я действительно играю по нотам иногда просто действительно бывает сложный текст вот и не на все хватает времени ну честно признаюсь вот не только у меня вот других пианистов тоже которые играют современную музыку у нас вот настами например вот концерт был гавриила попова тоже все играли по нотам вот я ничего такого там не вижу особенного да вот так что это тоже это тоже вполне допустимо вот и я по-разному иногда по нотам иногда наизусть если речь о современной музыке хватает ли времени обращаться к классике эпоха романтизма бах барокко ну конечно да у меня были программы я играл сонаты бетховена несколько вот моцарта баха я играю тоже есть репертуаре несколько сочинений до эпоха романтизма да но у меня есть несколько таких скажем коронных моем репертуаре сочинения это симфонические чудо шумана соната листа мифиста вальс что-то еще там первая соната шумана в одессе минорный я это все очень люблю часто игры ряд сочинений шопена тоже вот так что да ну в наши дни приходится быть универсалом но я не могу сказать что мне это не нравится я люблю разную музыку вот не только там скрябина рахманова и современную я люблю и шумана поиграть тоже посоветуйте нашим слушателям после эфира послушать какое-то сочинение или ваши композиции или например вашем исполнении какие-то произведения у вас есть канал в ю тубе да ну вот я как раз хотел пригласить я канал свой в ю тубе пытаюсь развивать вот я выложил уже туда наверно ну наполовину из того что я считаю в своем исполнении и из своей музыки наиболее удачным поэтому алексей чернов если найти в ю тубе можно я размещу в комментарии до нашему эфиру и слушатели могут просто да можно да в комментарии вот чего начать с чего начать чего начать но вот если мы говорили о шумане я уже упомянул симфонические теты они тоже есть на на моем youtube канале вот их можно там найти и послушать там аудиоверсии вот это то что у меня хорошо получилось как мне кажется вот потом там есть ряд сочинений скрябина в моем исполнении вот я буду сейчас скрябина туда кстати активно продолжать выкладывать на свой youtube канал так что вот еще раз я приглашаю подписаться вот то что с концертов будет наиболее удачно получать сейчас я буду туда обязательно выкладывать может быть потом еще и до записывать что-то чтобы был весь скрябин на канале вот потом что еще ну вот шопен там есть у меня мазурки очень удачная на мой взгляд исполнение фестивальс тоже есть но все очень все о чем я говорил практически там там есть вот и а что касается вашего творчества да да перейдут к моему творчеству да ну там прежде всего мое самое масштабное на сегодня сочинение симфония симфония в трех посвящениях так называемые что это значит ну это значит что каждая часть там три части она чему-то или кому-то посвящена первая часть она писалась как отдельная пьеса как раз вот к 75-летию юрия марка чабуско вот и потом собственно она стала первой частью симфонии финальная третья часть это она называется ноктюрн памяти маляра вот она там написана как бы пьеса немножко стилизованной может быть мальма маляра вот и вторая часть это аллегра памяти композиторов экспрессионистов то есть ну вот каждая часть имеет свое посвящение вот это сочинение которое но я наверное до сих пор считаю своим самым удачным самым таким масштабным так что я буду если я не ошибаюсь у вас также есть еще и концерт для фортепиано который уже написан концерт для фортепиано нет он он как бы так скажем больше в черновике и в голове на сегодняшний день вот это такой мой композиторский долгострой вот потому что это очень масштабное сочинение которое еще ждет своего часа вот час времени наверное будет по длительности звучания вот я уже говорил о концерте вот только что буквально что мне осталось сделать партитуру но это большая работа я не знаю когда я его закончу я почему-то подумала что это второй концерт потому что есть группа современные композиторы варвара мягковая она как раз публикует там сочинение современных композиторах композиторки traffic Anyway композиторы двадцать первого века нет там может быть как раз вот моя симфония была публикова а симфония симфонию либо либо что-то другое там было но там был не ск»,d И так много в этой группе было опубликовано. «Симфония» точно, по-моему, чуть ли не я сам публиковал. Потом недавно там был опубликован квинтет. У меня два квинтета. Есть один струнный квинтет, чисто струнный квинтет, без рояля. А другой фортепианный квинтет, струнный квартет и рояль. Это все тоже есть на моем канале в YouTube. Это все можно послушать. Это тоже, кстати, мои самые удачные, может быть, одни из самых удачных сочинений. Но сольный фортепианный сочинение тоже есть. Они пока еще не все опубликованы, но можно зайти и послушать тоже. Мне интересно, свою музыку вы играете по нотам или наизусть? По-разному. Бывает, что и по нотам, бывает, что и наизусть. Вот я могу сказать про свою вторую сонату. Тоже, кстати, есть запись. Вторую сонату, она сложная очень просто. В какой-то момент я ее выучил наизусть, сыграл как раз запись того концерта, опубликованная на моем канале в YouTube. Но потом я ее играл по нотам, потому что боялся потерять какие-то вещи. Просто так было надежнее. Но на самом деле, когда композитор играет свои сочинения по нотам, это вообще традиция. Да, ну, современный. Понятно, что Рахманинов, когда сам играл сочинения, он выходил без нот играть. Но сейчас как-то сложилось так, что композитор выходит и играет по нотам. Поэтому по-разному. Иногда без нот, иногда по нотам играет. Это зависит от случая. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. У нас сегодня в гостях был композитор, пианист, преподаватель Московской консерватории Алексей Чернов. Благодарю вас, Алексей, за интересную беседу. Обязательно опубликуем в комментариях ссылку на ваш YouTube-канал, где можно познакомиться и с исполнительским интерпретацией, творчеством Алексея, а также и с его композиторским творчеством. Да, и, кстати говоря, с разными идеями моими, потому что там еще и разговорные части у меня на канале есть. Я там рассуждаю на разные темы, даже не только музыкальные. Ну и рассказываю про Скрябинские, кстати, свои вот эти мероприятия, подробно о Скрябине рассказываю. Так что, может быть, это кому-то тоже будет интересно. Прекрасно. Будем очень рады. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся в следующую среду. С вами была я, Елена Привалова, и «Культурная среда» на Радио Болтком. Всего доброго. До свидания.